Первый принцип осознанного общения в отношениях – это говорить о своих чувствах, выражать свои чувства добрые. У нас у многих проблема, потому что нас так воспитали. Наши родители жили в коммунистической стране, и там было не принято. У нас такая культура была в Советском Союзе. На Западе это больше. Кто жил на Западе, кто жил в еврейских семьях, на Кавказе, у них больше принято говорить слова вдохновения, говорить комплименты. У нас это не принято. У нас такая культура. Мы можем любить искренне и молчать всю дорогу. Но когда мы злимся, мы начинаем кричать. Вот это надо поменять. Нам нужно… Осознанный человек, он когда злится, он это не стремится выразить. Он работает с этим. Но когда он любит или радуется, он это смело и ярко проявляет. Очень важно научиться осознанно говорить слова любви, слова поддержки, слова вдохновения, слова ободрения. Это не стоит дорого, но это очень сильно укрепляет отношения. Вы знаете, что почему, вот я хочу вам объяснить, почему женщины часто подходят и говорят, ты меня любишь, ты меня любишь, а ты все еще меня любишь. Для меня было это интересно узнать. Вот ученые это выяснили. Оказывается, они просто судят по себе. Дело в том, что вы знаете, что у женщин меняется настроение. За день может поменяться 50 раз. Как кто-то пошутил, что у женщины разгон от милого зайчонка до свирепой амазонки 3 секунды. То есть женщина от милого пушистика в невероятную стерву может превратиться за 3 секунды. Это быстрее, чем Мерседес 100 километров наберет. И у них часто меняется настроение. И так как у нее меняется часто настроение, и у детей у них часто перебады настроения, и подсознательно идет такая предпосылка, что ага, у меня меняется настроение, может быть и у него изменилось отношение ко мне. Поэтому они ожидают и дети, и женщины. Ну, к сожалению, наверное, по статистике вебинара больше женщины смотрят. Это больше тезис для мужчин, но он подходит и мужчинам. Очень важно говорить теплые слова, очень важно говорить добрые слова, комплименты. Вы знаете, наверное, что уже доказано, что большинство детей, которые вырастают агрессивными, большинство детей, которые вырастают алкоголиками, наркоманами, разбойниками, бандитами, криминалитетами, это те дети, с которыми не проводили время, которым не говорили теплых слов, и которых не обнимали. Доказано, что ребенок, который живет с тобой там, ну, это начинает проявляться негатив где-то, ну, уже активно, к лет 15, да, может и раньше. Но если ты пожил с ним 15 лет, и ты его мало обнимал, мало целовал, говорил комплиментов, и он потом уже видно, что он уже оторви и выброс, то точно так же и с женщиной. Да, может быть, так резко не происходит, но и с мужчиной тоже, если он не слышал от тебя добрых слов, если он не переживал объятий, поддержки, вдохновения, комплиментов, чего ты от него ждешь? Конечно, он будет пить, конечно, он где-то будет гулять, конечно, он где-то будет, ну, сидеть на каких-то непонятных сайтах. Есть взаимосвязь.